Но если говорить о вот этом дисбалансе, с которого я начал нашу беседу, это суть, самая главная неуспешность человека в этом заключается. Вот все из вас, вот кто бы меня сейчас не спросил, за редким исключением, те, которые начали слушать лекции, начали правильно жить, в этом баланс вошли. Все люди на земле практически идут в будущее, живут в будущем, а не в настоящем, то есть они хотят будущего счастья. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Означает берем ипотеку, берем кредит, упахиваемся ради будущего дома, вот, ну то есть живем на завтра, сегодня счастья в нашей жизни нет. То есть мы бежим в будущем и, значит, теряем возможность видеть солнце, свежий воздух. Даже если ты вот в таком настроении приезжаешь на свежий воздух. Вот смотрите, мы приехали на свежий воздух, быстрее, быстрее, разводим костер, быстрее, телевизор включаем, шашлыки жарим, нажрались, насмотрелись, выпили и поехали назад. Ты природу получил? Нет. Почему? Потому что ты из этой энергии суеты не вышел, тебе надо просто остановиться в лесу, замереть. А это трудно, это переключаться надо. С беготни на спокойствие переключаться надо. И вот это суть всех проблем человека. Представляете, вот такая простая вещь. Если вы научитесь переключаться на то, чтобы молиться, на природе быть, 50% вашей неудачи уничтожается. 50%? Не меньше. Вы все истощены. За редким исключением. В этом зале практически все истощены. Я чувствую, вижу людей. Почему? Потому что вы живете в будущем или верите в завтрашнее счастье. А надо верить в настоящее счастье. Вот когда человек удовлетворен в жизни, он наполнен природой, людьми, Богом, наполненный человек. У него чувство, собственно, достоинства становится очень сильным. Становится как личность очень сильным. Это значит привлекательным. Это значит, что удача всегда движется в его сторону. А если человек чуть-чуть в будущее ушел, начал суетиться, ему хочется что-то больше, в этот момент он теряет привлекательность. А если человек разрушен чуть-чуть судьбой, ушел в прошлое, у меня было лучше, все, сейчас все хуже, то он тоже тогда теряет привлекательность. То есть, когда судьба дала по башке, нужно молиться и принять судьбу, и как бы так опять встать и пошел. Но это получить от силы, дополнительные силы от Бога надо получить для этого. Это молитва уже делает. Но не помешает также прогуляться по природе, получить силы, побегать. То есть, это тоже нужно, здоровье тоже нужно, когда тяжело. Не помешает также добрые дела людям делать, чтобы о них доброту человеческую получить и в настоящее время в отношениях с людьми войти. Потому что большинство людей страдает от людей от социальной слабости. Вот работы нет, от социальной слабости означает нехватка силы в отношениях с людьми. И сила означает добрых дел в отношениях с людьми. Копии силы добрыми делами. Социальная слабость, одиночество, это тоже социальная слабость. Добрых дел, заботы о людей не хватает у женщины и ответственности перед людьми, у мужчин. Как у вас дела? Чем я вам могу помочь? Да, женщины, когда видят таких мужчин, они млеют прямо. Так, они теряют себя сразу. Ответственный человек, хочет всем помочь, серьезный, разумный, внимательный, терпеливый, сильный. Это все работа над собой, делать таких мужчин. Женщины чувствуют, вау, все, выхожу, если посмотрят. Правильная женщина, говорю или нет? Правильно. Мужчина тоже, девушка такая добрая, такая отзывчивая, ласковая, всех любит, всех заботится такая. Ух ты, ничего себе. И сразу раз теряет себя, сразу глядит на такую девушку. Ну, то есть, видите, одиночество, это просто лень души, нежелание трудиться, нежелание вкладывать в отношения. Человек слаб в отношениях. Вот и все, одиночество в этом причине. Почему слаб? Потому что нет сил от природы, от людей, от Бога. Да, нет у меня сил идти всем улыбаться. Я дома посижу, посмотрю, телебачер свой. Ну и смотри всю жизнь, тогда мечтай. Телевизор – это то, что разрушает жизнь. Это мечта. У человека есть энергия действия, деятельности и энергия мечты. Энергия мечты всегда разрушает жизнь. Энергия действия всегда увеличивает силы человека. Действия находятся в обществе. Природа, люди, Бог. Это действия твои, разные сферы деятельности. Природа дает здоровье, люди дают социальную силу. Иди, делай для них что-то. Бескорыстно. Бескорыстно. Потому что в корыстную деятельность нужно вкладывать то, что ты уже имеешь. Вот таким стал сильным, там будет твоя корысть реализовываться. Но если ты хочешь стать сильным, бескорыстно, тогда что-то для людей надо делать. И если ты чувствуешь, что у тебя там тюрьма, там плохая жизнь, там то, сё. Никто меня не любит, никто не уважает. Тогда отношения с Богом. Вот начинаешь молитву вкладывать. Все любят, все уважают. Всё, победил судьбу. Муж хочет уйти, помолился, не хочет уйти. Это сила просто и всё человеческая. Просто сила. И некоторые говорят, Олег Геннадьевич, в моём случае это невозможно. У меня исключение. Вы знаете, у вас у всех исключение. Но если вы делаете то, что я сказал, это исключение уходит. Это чудо. Отношение с Богом всегда чудо. То, что невозможно, становится возможным. Продолжение следует. Продолжение следует.